Приветствую вас и Израиле. Так повелось, что в любом обществе копятся недовольства, проблемы, противоречия. И именно в рамках общества разрешить эти противоречия не получается. И тогда общество начинает грозить раскол, потому что, ну, торвется на недовольные люди, тяготеют к одному, к одной точке зрения, а довольный к другой. И те, кто стоит у руля, лидеры, негласные лидеры, они понимают, что если не дать людям выпустить, выразить свое недовольство, то общество, скорее всего, будет расколо до окончательного. А это никому не принесет ничего хорошего. Ни самим людям, членам общества, не видят. И тогда они выбирают человека или группу людей, на которых возлагают ответственность за все проблемы. И у людей появляется возможность не реально решить их, а направить весь свой негатив на кого-то. Так сказать, обозначить для себя объект, объект негатива, объект недовольства. И выпустить нога в него, так сказать, выплеснуть весь негатив. Это такой прием лидеров, когда, не желая решать конкретных проблем и разрешать противоречия, они отвлекают людей, показывая им ложную цель в виде виновного в их проблемах. И поскольку общественное мнение и авторитет в рамках социума достаточно могущественен, то люди верят. Верят и серьезно считают, что крайний действительно виноват в их проблемах. И они на этого крайнего человека выплескивают, где свои ноги не гачатся. И им действительно становится легче на какой-то момент времени. На какой-то момент времени, может быть даже на продолжительный день. Это действительно снимает напряжение. Но я думаю, не нужно говорить о том, что полностью напряжение девушки не исчезает. Проблема не решается, а конфликт не является разрешенным. И рано или поздно потребуется вновь такой вот крайний. Кто есть крайний вообще? Крайний вообще есть посыльчик и жертва. Но не та жертва, которую принято называть в психологическом смысле этого слова. Именно в вашем вопросе, в контексте вашего вопроса, жертва это человек, который делал все правильно, который жил под своим идеалом, под своим стремлением, под своим законам. Но потом это обернули против него. Сказать, что подобное можно предвидеть, конечно же, позволительно. Для этого человеку необходимо чувствовать настроение людей. Чувствовать направление мыслей общества, общественного мнения. Потому что подобная охота на ведьм не возникает просто так. И если человек видит, что настроение людей меняется в сторону резкого, негативного восприятия его самого, то у него всегда есть выбор. Либо изменить свое поведение так, чтобы показать, что в действительности это не он, причина их несчастья. Либо где-то пересидеть, переждать, может быть, выйти за рамки общего общества, то есть сменить локации. Но не всегда это возможно. И на самом деле, только так и можно избежать данных ситуаций. Потому что обычно про жесту говорят так, что человек ведет себя соответствующий то есть это слабый, неуверенный в себе человек, с таким нервным поведением, подозрительный, с бегущими глазами, неуверенными движениями и прочее. В данном случае, в вашем случае, этого может не быть. Совершенно. и тогда получается, что именно статус крайнего, как вы и написали, наношают другие люди. А охотники, они движимы общественным мнением. и либо вы это предвидите, как я уже сказал, либо перестете. Мне другие способы, разве что, что вам дает предвидение. предвидение дает вам возможности, как я уже сказал, подстроить свое поведение. Как? Хотя бы внешне показать, что вы не виноваты. Хотя бы внешне показать, что вы не отвечаете. это не всегда возможно, потому что в действительности это может противоречить вашим принципам, вашим идеалам. И если вы готовы на время этими вещами поступиться, то тогда, конечно же, можно вести речь о том, что вы можете избежать подобного события. Но не каждый человек может поступить со своими принципами. Хотя бы на время. Не каждый человек может пустить пыль в глаза. И вот для таких людей есть способ переседания. На этом все. Ваш вопрос слишком общий. Соответственно, для более детального, более конкретного его рассмотрения требуется больше информации о вас. и о вашей ситуации. Надеюсь, в целом на него я ответил. Если какие-то дополнительные вопросы возникнут, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен если сделаете его лучше. субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok